поехали у нас есть короче такая штука как айпи адреса маска и адрес сети все эти штуки задаются четырьмя байтами 4 байта эти четыре байта пишутся через точку опа чатик то слева вот это поворот эти четыре байта задаются через точку для того чтобы написать например какой-нибудь айпи адрес мы пишем например кто знает что это за адрес кто видел такие четыре цифры когда-нибудь где-нибудь 127.0.0.1 локальный да то есть это адрес вашего компа у вас то есть вы можете отрубить интернет и попробовать пингануть вот такой 127.0.0.1 поднимите руку кто сейчас смотрит веб из-за компа ну например с винды чтобы попроще плюсик хорошо вот короче попробуйте сочетание клавиш windows откроется окошко выполнить такое окошко в нем есть такая строчка в эту строчку впишите cmd откроется командная строка большая черная кракозябра в которой есть крестик там вот тут окошечко там еще что-то такое там написано что типа диск c там что-то такое и вот вы тут набираете значит так вот если вы хотите почувствовать себя кул хацкером наберите такую команду пинг 127.0.0.1 вы просите ваш компьютер такой командой отправлять пакеты на адрес 127.0.0.1 и получать ответы и конечно же они будут отправляться и конечно же вы будете получать эти пакеты потому что типа это ваш собственный адрес вашего собственного компа конечно они отправляются короче 127.0.0.1 localhost просто написал какие-то 4 числа на самом деле комп естественно хранить эти числа не в форме чисел а в форме нулей единичек давайте еще раз это 4 байта да то есть это один байт и это один байт и это один байт и это один байт сколько всего различных чисел может быть внутри одного байта если я знаю что у меня записано какое-то одно байтовое число число занимает один байт сколько различных чисел может быть закодировано с помощью одного байта закодировано в одном байте 256 пишут гений и возведения двойки в восьмую степень 1 байт это 8 бит 8 бит позволяет закодировать два восьмой вариантов то есть 256 разных чисел таким образом каждый из этих чисел она от 0 до 255 сколько чисел от 0 до 255 конечно же 256 это любой разумный пятиклассник который прошел тему плюс минус 1 на олимпиадной математике уже знает я надеюсь что и вы знаете от 0 до 255 256 чисел потому что еще надо ноль посчитать ну вот соответственно самый маленький возможный адрес это 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 и 1 2 именно так записывается айпи адрес состоящий из всех четырех нулей а самый большой айпи адрес это соответственно 255 255 255 255 255 только его не записывают таким образом потому что 255 255 255 255 это числа десятичные в десятичной системе числения записаны а нас интересует в двоичной системе числения ну-ка переведите 255 в двоичную систему числения из десятичной быстренько бобры называется да тема называется бобрики бревна маркеры падающие вот из-за вас отвлекаете меня тут не могу сосредоточиться на том чтобы маркер удержать нормально раз два три 4 5 6 7 единиц неправильно у кирилла гусева раз два три 4 5 6 7 единиц неправильно у сергея гордеева и у пикселя неправильно потому что все единицы не знаю о чем речь единицы какие-то не понимаю пишите какую-то дичь неправильно потом думаете что егэ нормально сдадите вот теперь кирилл гусев написал правильный вариант раз два три 4 5 6 7 8 8 единичек в двоичной системе 8 еды гораздо лучше вот так то ну вот здесь опять десятичной системе то 8 единиц двоичной так что самый большой айпишник будет такой раз два три 4 5 6 7 8 точечка между ними ставится 5 6 7 8 . 4 5 6 7 8 и тут раз два три 4 5 6 7 8 вот такие пироги и так сколько всего существует различных адресов давайте посчитаем ну давайте кто-нибудь в чат мне прямо сейчас напишет ответ сколько существует различных адресов если мы уже выяснили что самые маленькие это все нули а самая большая это все единицы так 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 256 на 256 2 в 32 мне решение конечно нравится гораздо больше чем 256 всего вариантов 2 в 32 степени то что я 32 ячейки каждая заполнена либо нулями либо единицами правильно так что у меня два в 32 вариантов того какие в принципе адреса бывают один из них всеми нулями заполнен один из них всеми единицами заполнен окей окей хорошо научились считать вроде вроде бы вроде бы хорошо это про то что такое айпишники маска и адрес сети имеют такой же формат они тоже состоят из 4 байт и каждый байт записывается в двоичной системе но маска обладает интересным свойством маска всегда выглядит определенным образом маска всегда выглядит так маска как вы поняли я буду теперь всегда писать все в двоичной системе мне по барабану абсолютно потому что 5 6 7 8 единичка 1 2 3 4 7 8 единичка 1 2 3 4 а потом например нули пошли то есть в маске всегда сколько-то единиц а затем остальные нули сколько-то единиц подряд сначала большущая запятая остальные нули нули плохо написал вот теперь хорошо вот так выглядит маска но не всегда именно так может например вот так выглядеть а может например вот так выглядеть 4 надо было нарисовать а может например вот так выглядеть а может вот так ну короче понятно с какого-то места начиная у нее нули точки не забываем точки разделяют байты для удобства вообще там конечно 32 просто бита и все но это 4 байта каждый байт разделен точками вот окей что такое маска поняли а что такое адрес сети адрес сети это паразрядная конъюнкция это паразрядная конъюнкция маски и айпи поднимите руку кто понимает словосочетание паразрядная конъюнкция давайте так напишите плюсик те кто понимают словосочетание паразрядная конъюнкция и минусик те, кто не понимает словосочетание поразрядная конъюнкция. Так, ну 4, 5 плюсиков есть, вижу. 5 вечно, стабильно присутствующих на всех моих вебинарах, ребят. Понимают, что такое поразрядная конъюнкция. И никто не написал минусик. Значит ли это, что я не буду рассказывать, что это такое? Нет, не значит, это просто значит, что где-то там, глубоко в глубине вебинара сидят люди, которые не понимают, что такое поразрядная конъюнкция и стесняются написать минусик. Опа, вот Ирина Кукушкина совершила подвиг настоящий. Честно сказала? Не знаю. Все, объясняйте. Нормально абсолютно. Так ему надо этого препода заставить работать, правильно? А то что он говорит? Не буду объяснять, говорит. Так вот, давайте напишем какой-нибудь айпишник, какую-нибудь маску, и посмотрим, как выглядит проразрядная конъюнкция айпишника и маски. Поэтому я их написал друг над другом. Маску сначала напишем, это очень легко. А потом ноли пошли. А теперь айпишник напишем. Айпи будем писать черным, потому что я так захотел. У айпи нет никаких запретов на последовательность нуля единиц, там может быть все что угодно. Давайте напишем адрес сети. Давайте возьмем поразрядную конъюнкцию айпи адреса и маски. Давайте еще раз. Айпи адрес сети это поразрядная конъюнкция. Айпи и маски. Поразрядная конъюнкция. Значит нужно взять конъюнкцию по разрядам. Обязательно ли в маске присутствует хотя бы одна единица? Интересный вопрос. Я никогда не видел маску без единиц. Наверное, да, потому что мы всегда говорим про адреса сети где-нибудь в локальных. Мне кажется, адрес сети, состоящий из одних лишь нулей с такой маской, это адрес типа всего интернета, всей сети в принципе. То есть маска, состоящая из одних лишь нулей, это маска сети под названием World Wide Web. Вот что мне кажется. Но я здесь честно признаюсь просто, что не знаю. Но я никогда в задачах, по крайней мере, такого не видел. Маска, состоящая из всех нулей, ни разу не встречал такого в задачках. А мы с вами все-таки к ЕГЭ готовимся к утилитарной цели. Можно не отвечать на такие вопросы, которые не имеют отношения к ЕГЭ. Правильно, правильно, все, закончили. Ну, здесь мы закончим разговор. По разрядной конъюнкции единички с единичкой. Сейчас есть риск поймать дизлайк. После того, как я сказал, что я не буду отвечать на какие-то вопросы. Немножечко подождем. Выждем, так сказать, период. Так, дизов все еще ноль. Все хорошо. Все, фух, прокатило. Адрес сети составим. Один-один дает единичку. Конъюнкции единички с единичкой. Это значит, нужно взять конъюнкцию единички и единички. Что получится? Один. Не, ну что началось-то? Уберите дизы. Вы поржать хотите просто, что ли? Лайки убрали, я смотрю, и дизы поставили. Девять лайков было. Я знаю, вы на самом деле любите меня, просто дизы поставили для того, чтобы я сейчас вот это все говорил, да? Вам весело, вам нравится, когда я говорю вот это вот. Убрайте дизы там, пожалуйста, ребята, ну что вы там дизы поставили? Чувствуете свою власть надо мной, да? Вам нравится? Дизлайк поставили. Александр Романович начал говорить, что-то отвратительно. Айпишнику из всех нулей, я думаю, можно попробовать, точно ничего не сломается, по крайней мере. Так, короче, конъюнкция двух единичек это единичка. Это мы знаем. Взяли две единички, получилась единичка. Дальше взяли две единички, получилась единичка. Взяли две единички, получилась единичка. Взяли нолик и один. Конъюнкция нолика и единички. Чему равна? Это конъюнкция. Конъюнкция равна истине только на двух единичках. Значит, это нолик. 0 с единицей стал ноликом. 0 с единицей стал ноликом. Едничка с единичкой стала единичкой. 0 с единицей стал ноликом. Едничка с единичкой стала единичкой. Адрес сети. Получился первый байт у нас. Обратите внимание на то, что этот первый байт абсолютно идеально совпадает с первым байтом айпишника. Не, ну кто-то всерьез за меня взялся, да? Поставил мне дизлайк и не хочет убирать. Ну, е-мое. Давайте страницу обновлю. Пока обновлю страницу он пропадет. Не пропал. Ну я что ради дизлайков работаю, что ли? Ложечки-кошечки. Берем вот это все, сюда вот так вот ставим, и оно совпадает. А почему оно совпадает? Потому что тут одни единички стоят. Каждая единичка при конъюнкции с единичкой превращается в единичку. Нолик с единичкой дает нолик, нолик с единичкой дает нолик. Две единички дают единичку, нолик с единичкой дает нолик, две единички дают единичку. И всегда так. Если тут все единицы, можно совершенно не думая писать 1 1 1 0 1 1 0 0. То же самое, что в айпишнике, потому что когда я буду брать конъюнкцию, нолики превратятся в нули, единички превращаться в единички. Первые три цифры здесь тоже просто тупо переписываются, потому что это на 3 единички умножается. А вот дальше пошла жаришка. Сердечки прилетели. Еще и лайк обратно вернулся. Возвращение блудного лайка. Единичка с ноликом дает нолик. Да все что угодно с ноликом даст нолик. Смотрите-ка. Нолик, нолик, нолик. Пофиг вообще абсолютно. У меня маска из них нулей состоит. Поэтому при умножении конъюнкции каждого разряда будет получаться ноль. Я надеюсь, теперь понятно, что такое поразрядная конъюнкция. То, что у меня получилось, совпадает с айпи-адресом вплоть вот до этого места 3 байта. То есть у меня 19 первых бит в айпи-адресе и 19 первых бит в адресе сети совпадают. Потому что 19 первых бит в маске равны единичкам. Выходит, что так. Получается, что 19 первых бит если равны единичкам, то у меня кусок айпи-адреса просто тупо переносится в адрес сети. А хвост айпи-адреса просто тупо заменяется на ноль. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова